Своё видение Рождества Христова на суд жюри представили дети от 5 до 17 лет. Вертепная композиция – это воспроизведение сцены Рождества с использованием объёмных фигур или фигурок, выполненных из различного материала. Чтобы воспроизвести известную библейскую историю, ребята использовали бумагу, картон, ткань, фольгу, пластилин и природные материалы. Уже не первый год подряд мы проводим эту замечательную выставку-конкурс под названием «Рождественский вертеп». И каждый раз, когда ходишь и смотришь на работы, представленные на конкурс, поражаешься, конечно, фантазией, умением, которые проявляют ребята, создавая эти чудесные композиции. После приветственных слов от организаторов и судей, собравшихся гостей, порадовали своими выступлениями творческие коллективы города. Для зрителей они подготовили рождественские калятки, песни и игру на ложках. Самая важная миссия была у судей конкурса выставки. Для авторитетного жюри выбор лучшей работы был непростым. Все представленные композиции отличались не только творческим решением задачи, но и художественным мастерством. Были выдвинуты определенные критерии, по которым и производилась оценка. Это критерия соответствия библейскому сюжету, и это, я думаю, основополагающий был критерий. И, конечно же, мастерство и душа тех творческих коллективов, которые формировали замечательные вертепы, которые являются украшением данной Приморской картинной галереи. Учредителями и организаторами конкурса вертепов «Рождество Христово» являются Приморская государственная картинная галерея и Владивостокская епархия Русской Православной Церкви. Наша культура русская, она вся евангельская, и отображение такого евангельского события, как Рождество Христово, оно так тоже наивно, очень интересно, сочетается с сегодняшним вообще возрождением русской культуры как таковой. Жюри не смогли определиться с выбором лучшей композиции, поэтому первое место досталось сразу двум работам. Композиции «Рождество Христово» Наталья Кузнецова из Воскресной школы в честь святого преподобного Сергия Радонежского и коллективной работе ребят из Воскресной школы храма Порт-Артурской Божьей Матери. Церемония награждения участников конкурса пройдет на финисаже выставки 4 февраля в выставочном зале картинной галереи на Партизанском проспекте 12. Дмитрий Беломеснов, Василий Косилов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова